друзья всем привет неочередную ролик как вы поняли из названия ролика в этом ролике речь пойдет об ослиным ушки одном из вариантов ослиного ушка потому что если их показывать все то это будет часовой ролик как минимум поэтому пока только в одном варианте покажу и так на столе остальные по факту то есть будет объект и будем показывать как она делается на реальных объектах вот мы позавчера 22 сентября записали ролик про книги вот он такой получился на полтора часа но но по приезду домой когда я начал смотреть то что мы записали короче все в утиль все можно удалить и вам не показывать потому что получилось так что мы поставили так камеры что когда мы показывали вам картинки все эти что в книгах есть они все засвеченные и завтра мы договорились с одной компании у них есть офис вот и в этом офисе уже снять этот ролик сказать про эти книги вот поэтому ну мы не профессионалы в в том деле чтобы правильно оставить камеры поставить правильно свет смонтировать видео вот поэтому ну первый блин вышел кому вот но вы его не увидите как это вот так что так поэтому сейчас пойдем на стол верстак вот и там я вам один из вариантов покажу ослиного ушка и где и как он применяется и для чего он нужен так что присаживайтесь поудобнее ролик может получится минут на 15 на 20 точно не знаю вот и смотрите итак друзья я не знаю получится конечно на эта съемка потому что уже боюсь что опять что не засветит и все то что сейчас я буду делать это можно будет выкинуть опять но надеюсь надеюсь будет все нормально так что мы сейчас будем делать я пока вот здесь заготовки делал решила что можно показать не только ослидное ушко до возле примыкания примыкание или окончания ската но и еще раз показать мысик вот сопряжение картин скажем карнизом с весом вот и прошлый ролик набрал там порядка 340 тысяч просмотров вот но видимо видимо не многие не догоняет вроде смотрится понятно вот так когда делают у них что-то не получается вот и я это видел на соревнованиях world skills что ошибка это даже не ошибка это просто незнание нюансов и поэтому и сейчас попробую еще помимо того что покажу вам ушко вот но и покажу попробуем досконально довести по поводу мысика и так деталь силовая планка сделана из 0 7 оцинковки не смотрите говорю сразу что здесь все будет чисто все будет по феншую потому что все детали сделались из обрезков силовая планка карнизная танка вот это расстояние естественно у всех может быть разный как его силовой тоже на бум если что я буду в процессе будут делать что буду объяснять фронтальная планка вот ну скажем упровизированные две картины одна картина которая здесь я сделал 35 миллиметров потому что возле на конце на конце скота этот фальчик делается чуть больше вот то есть здесь получается не знаю видно не видно опять может отсвечивать и замок за нового фальца ну сейчас попробую камеру поставить так чтобы было лучше видно будем смотреть я вот здесь вот смотрите видите у меня пока на телефоне показывает что снимает поэтому я буду первички контролировать этот процесс съемки значит допустим у нас это скат кровли да это все вот и ну то есть допустим здесь у уклона у меня конечно нету ну прямой но это неважно на данном этапе скажем так вот что же надо делать такие случаев вот силовая планка ставится вообще силовая планка она когда ставится то есть у многих ошибка какая есть повсеместно а вот допустим это фронтон вот так вот вот я даже может давайте его рисунок прикручу сделаем скажем так инфровизацию фронтона что надо кривое как всегда все криво косо здесь наверно включится миньон как то вот так вот допустим это фронтон доска есть это карнизная лобовая доска очень часто да везде 90 процентов случаев когда неважно какая кровля до прикручивают планку и прикручивают как прикручивать вот сюда вот саморезами к лобовой то есть получается то вода которая попадает на планку она с нее стекает и попадает прямо на фронтонную доску по сути по правильному по правильному костыльная полоса когда ставится она должна минимум на 25 миллиметров от лобовой доски или фронтона вот так вот отпирать минимум зависит от высоты здания то есть чем выше здание тем эта планка больше выдвигается вот сейчас мы прикрутим я не буду ее выдвигать как по правильному да вот может чуть-чуть главное об этом сказать дальше как говорится аппетит приходит во время еды решил здесь еще одну вещь сделать но это по этапу посмотрите значит потом карнизная планка абсолютно так же если вы делаете скажем так или с подвесными желобами или с настенными желобами любыми другими желобами вам научиться в этот факт что так вот будет придется камеру показывать допустим вот это вот лобовая доска да и у вас как ну правило продух за подходит отсюда в систему до продуха вы должны капельник забор воздуха должен 30 миллиметров быть вот по минимуму вот но я здесь это вот опять же на столе делать не буду я поставлю впритык просто скажу чтобы вы об этом знали так что нам надо сделать нам надо вытащить капельник на 30 миллиметров то есть у меня вот этот загиб 30 миллиметров он же все показать да какой загиб как прям для первоклассника вот этот вот загиб вот этот 30 миллиметров поэтому вот сюда тоже а 30 миллиметров выдвигаем сейчас покажу для тишу опять же скажу сразу что претендую на правильность я не обучаю чтобы понимали я показываю как делаем мы может через какое-то время начнем делать по-другому а вы будете потом то есть повторять и дело также скажите но вон же фальсмастер показывает они же фигни показывать не будет да это так поэтому поэтому я показываю я не обучаю я показываю как делаем мы лишнее убираем хвостик ослабляем лишнюю часть можно конвертом свернуть или недавно показал там на звуке графе то есть я показывал один из вариантов вы понимали то есть что у нас получается вот такой вот хвостик сейчас я поставлю его прикручу покажу а а а а а а а а а также на карнизный капельник прикручивается через 15 шахматном порядке саморезы вот далее если у вас есть разделительный слой вы уже к этому капельнику приклеиваете вот смотрите за костыльную планку 30 миллиметров так это выглядит сейчас я возьму гибари она была какой-то приспособлен придумать чтобы на лоб привязать и мы вот так сюда отгибаем вот так смотрю у меня уже батарейка половинка осталось где-то прерваться поменяли батарейку далее что мы делаем далее и так вот у нас картина которая примыкает с малым пальцем не примыкает кончается скат и скажем так как будто она приходит краю фронтона грубо говоря скажем вот скажу сразу что мы приклепываем сюда клеймера наклепку и потом костыльный за приклепываем для мира и и потом этот клеймер притягиваем сюда вот поэтому здесь этого делать не буду но так опять же скажу далее значит выдвигаем на 30 миллиметров то есть за карнизную полосу 30 миллиметров я вот так вот туда вижу сделаем меточку здесь меточку прикручиваем конечно такого делать категорически запрещается но опять макет этом нам если мы сейчас все зафальцуем будет времени чтобы это все распространять просто не шевелилось вот так вот наверное с коллег смотрят скажет но мог бы и на клеймера поставить все мог бы но не буду так дальше все сразу надо будет делать мысик вот и одно примыкание сразу и пояснять все это шаблоны адмистики которым уже больше чем полтора года не забыл значит смотрите вот у нас получается то есть от этого этой линии надо отступить минимум полтора сантиметра 15 миллиметров берем шаблончик и вот у нас где заканчивается мысик мы его от этой линии подводим то есть рез мысика у нас должен закончится за 15 миллиметров минимум до края загиба такие разгибаем и по линии радиусными ножницами радиусами вырезаем можно конечно сделать и идеальными ножницами да такими но когда вы будете резать то особенно важно будет на большом пальце вы этими ножницами сделать и заусенцы чтобы не сделать заусенцы романа картину снять и аккуратно на месте надо подрезать чтобы это не делать уже купить радиусные ножницы делать все по месту получается рез отгибаем это ушко камера будет рисовать я буду рисовать кандашом на сером это будет не видно то есть у нас вот край загиба вот край загиба я нарисую линию которая будет гнуться и действие дальше пока мы мысик малый файс возвращаем обратно давайте сразу покажу как это выглядит все у нас получается смотрите нам этот получается металл идет туда давайте закрепить а здесь там надо вывернуть сюда мысик у нас будет карандашом рисую а потом веду то есть нам надо здесь так вот вырезать такой кружок все делается на глаз не знаю как получится с точки зрения статике но это неважно здесь помогите потому что это не крыша это не конечно хотя можно постараться я постараюсь но не обещаем значит их мы опять же радиусными ножницами вырезаем расправляем это место и сейчас мы будем загибать вот эту полку вниз за капельник и вы увидите как это что будет сама по себе формироваться сразу не прошивка сюда сразу берут это неправильно постепенно не спеша такой такой момент на будущее если у вас картины из алюминия и с титанцинкой или у вас сталь окрашенная оцинковка то вы должны в этом месте оставить 10-15 миллиметров то есть загиб сгибается дальше для чего это делается это делает для того чтобы был деформационный шов потому что свойства металла сами если вспомните это расширение и не начали металла нагревается металл расширяться когда там зимой охлаждается начинается сужаться а вот поэтому делают нарисую а делают чуть больше капельник и картинка это смысликом она уже подходит здесь и загибается потом эта планка она просто двигается допустим это планка я загну по ней и потом просто двигаешь и остается этот зазор так я вам покажу уже везде идет 26 минут ну может меня на плече чтобы это было побыстрее а вот так там основе загибаем видно видно кстати почему у них это было сделать этот срез потому что если вы оставили прямо то вот эта полка бы она бы чуть-чуть по-другому загибалась и не дала бы здесь сделать правильный выход то есть некоторые здесь просто врубными ножницами подрезают вот и этот просто заворачивать но я попытаюсь сделать без разреза здесь мы подгибаем чуть-чуть направление куда идти здесь можно аккуратненько с голлогурцами примерно 45 вытянуть потихонечку формирую при этом то самое ушко то есть если у вас тяжело допустим круглый да и чтобы отсюда не вело на стену делать такой ушко можно больше сюда сделать вот то есть здесь взять чуть больше так вот вот и чтобы подальше плевалась вот я здесь сделал поменьше более аккуратно скажем так как смотрится и я его то есть вот этот дальше подгибаю а это сама сюда пойдет так 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 Попрашиваю небольшой конвертик. Вот так. Чтобы более красиво его оформить, мы его так-то подрежем. Вот так-то. Вот здесь никого на объекте нету, а то придется одной руки держать, с другой стороны резать, тоже радиусные ножницы. Сначала чуть больше отрезаем, вот так-то, дорезаем. Вот как-то вот так-то. Теперь, ну, в принципе, здесь можно как конвертом свернуть, вот это вот, надо же малый фальс получается вернуть сюда, вот это вот. Вот. Ну, ну-ну-ну-ну, делать-не делать это, давайте сделаем конверт, чтобы все по феншую было. конверт. Вот. Вот. Вот еще отнесать. Гибери. Держать. Вот так вот. Закатываем отсюда. Вот, получается, вот такой вот узелок. Я потом на солнце этот элемент, вот еще готовый уже покажу. 20% батарейки осталось. Давайте, пока я сюда. будем работать дальше пока с мысиком. Или, или, или. Да, поработаем пока с мысиком, а потом уже закончим фронтон. То есть, если что, перемотайте обратно. 15 миллиметров. Вот. Здесь загибаем. До конца уже все. Вот. И ставим картину. Закрываем. То есть, так же, так же все выдвигаем на 30 миллиметров. Вот так вот. Здесь отрисую просто, чтобы и вам понятно было. Вот. И выдвигаем. Получается. Вот. Эта линия, это линия подверга. Выдвигаем. Так. И мы ее тоже прикрутим. Чтобы никуда не уходило. Повторюсь, что на реальной кровле саморезами вот так вот делать нельзя категорически. Вот. И сейчас я батареечку поменяю и продолжим. Так. И вот. Камеру поставил. Примастырил ее так, чтобы она смотрела сейчас сюда, потому что это важно. Вот. Разгибаем. Все. Все. Аккуратненько и постепенно. Не спеша. А крышек делается, конечно, все быстрее. Аккуратненько и постепенно. Аккуратненько и постепенно. Аккуратненько. И так. Что нам надо здесь делать. То есть, если вы еще учитесь делать, то для себя сначала рисуйте. Я это делаю сразу. Ну, на глаз видно. Ну, вы пока учитесь и уже руку не набили, делайте сначала карандашом, чтобы видно было рез. То есть, ориентировочно где-то сантиметр, девять миллиметров вы оставляете вот так вот. Берем опять же радиусные ножницы и по этой линии отрезаем. Сразу же засмотрим, чтобы не было заусенцев. Вот у меня здесь есть заусенец. Небольшой. В этом месте, видите, цепляется даже. И вот если его не убрать, здесь мысик порвется. Вот поэтому я чуть, видите, если линию видно, чуть выше взял. Поэтому сейчас я упражняю и убираю этот заусенец. Проверяем, чтобы было гладко. Все, все в идеале. Заусенцев нету. Такой момент. Я уже несколько раз об этом говорил. Что вот этот вот я, лично я, вот этот момент вырезаю на пальцы край. Для чего я это делаю? Поставляю. Потому что если не зарезать и сразу полностью загнуть, вот в этом месте образовывается пузырек. Надо как-нибудь сделать и показать это. Чтобы, ну, или сами просто как будете делать, попробуйте не обрезать и сделать. И вы увидите, что у вас, ну, пузырек будет образовываться. Вам будут все время такими хапами поправлять. Ну, или оставлять этот пузырек. Ну, чтобы у нас этого пузырька не было, вот я его, здесь вот это место, ослабляю. Квадратик убираю. Вот так вот. Чуть-чуть. Вот так вот. Теперь. Что делаем? Мы просто, просто. И надо сильно, опять же, на 90 градусов это все валить. Аккуратно. Маленькие гибарями. Вы просто, вот где линия будет перегибаться, немножечко подгибаете. Вот так вот. Буквально там несколько градусов. Вот. И. Потом уже начинайте. Здесь очень важно последовательность действий. Вот. Мы делаем вот так, как я вам сейчас показываю. То есть. И начинаем потихонечку усаживать. Догибать пияночкой. То есть. И какой вот еще момент. Почему он не получается. Сейчас объясню. И сюда делаю. Вот так вот. Это место вы пробиваете сильней. Почему? Очень важно, что вот эти вот 15 миллиметров было. если бы дорезали до самого конца. То здесь вот вы пробить бы уже не смогли. Нормально. Вот. Вот. здесь. Здесь. И до конца пробили. Здесь. И до конца пробили. Здесь примерно до 90 градусов примерно. Вот. Теперь. Вот. Когда вы это сделали. Операцию. Вот. Некоторые дофальцовывают сразу до конца. И потом подгибают. Вот. Мы же. Мы же. Почему я и говорю, что это. Я показываю. Я показываю. Не учу. Я показываю. Как мы делаем. Берем гибарей. И. По капельнику. Вот. У меня. Упирается. Гибарей. Вот. В капельник. Если вы работаете. Опять же. Напоминаю. С алюминием. Или что-то еще. Держим план. Кстати. Вы по нему отгибаете. Немножко с линией ошибся. Ну. Что-то неважно. И. Все. Делаете потихонечку. Да. Разрамка не поднимется. За карнизной. Ручной подожму. кстати этот поджим который делается за капельник он не должен быть до конца если мы говорим вот у нас капельник то есть мысик пришел он должен остаться вот вот в таком состоянии вот так не должен сгибаться до конца это делается для того чтобы не было капиллярного эффекта потому что если вы до конца загнете то может быть подсос сюда воды и также если у вас получается здесь мемрана чтобы вода если образовывается конденсат чтобы он спокойно мог отсюда выйти так вот мы загнули и теперь зарабатываем мысик смотрите очень важная вещь когда вы сгибаете мысик обратите внимание каким местом я сбойником view то есть я бью не полностью вот поэтому да вот буквально краешком углом киянки то есть удары должны быть точные каждую точку просматриваю вы начинаете загибать тянуть металл и потихонечку потихонечку начинаете если хочу красиво было то не спешите долбить его делать это потихоньку делать так как будто вы делаете на фотографию на когда перед вами люди стоят там пачка да но как на выставке делаете тогда каждый мысик у вас будет красиво и все время я бью ну буквально что загибаю в краешком да что сейчас доворачиваю я все время бью в краешком киянка точечно покажу поближе может краска осталась есть и портит здесь все легло все отлично и теперь этот пальцем возвращаем обратно смотрите на чем у нас стоит штатив берем гибари и аккуратненько опять же не спеша не надо сразу вот этот делать сразу вещь вот а сразу потихонечку берете и возвращаете обратно здесь уже закатывайте фальц проще было если бы мы верхний угол не послабили бы в этой точке завал свой пузырек ну то есть металл как бы здесь путается подтягивается и он стремится кота ну растяжение свое отдать поэтому отдает в это место вот этот пузырек но если вы будете пробовать попробуйте у себя и не ослабляя его в этот момент увидите его конечно можно взять там постоянно поправлять вот но щипчиками шепот да ослабляем и смотрим вот такой он получается видно видно вот теперь будем работать уже с этим ушком до конца сейчас я выключу здесь что-то придумали может вот так она будет в принципе стоять и показывать хорошо планочка она у нас цепляется за силовую планку и одевается на пальцем чуть разогнуть малый пальчик сложно будет одеть здесь мы сейчас давайте сделаем вообще все по красоте здесь вот сюда завернется сюда завернется и сюда 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 пойдет сюда вот так сделаем правда в такой момент я здесь на макете не учел что у вас силовая планка должна выходить на низ капельника они должны быть переходящие вот когда вы будете делать карниз и ставить силовые планки вам этот момент надо учитывать чтобы у вас не сходился с этим сарантовым капельником ну я это не учел здесь вот так да завершающая планка то есть нам надо от этой планочки завернуть ну как бы скрыть этот ушко до чтобы завернулась в данном случае оставить от металла 4 сантиметра чтобы она завернулась вот сюда давайте сделаем четыре с половиной побольше сюда можно лишнее отрезать но плохо когда не хватит вот здесь 45 миллиметров 45 миллиметров соответственно здесь я подрежу нижний загиб выверну его опять сейчас не буду резать его отрезать всегда можно ставлю его на место захлопали думаю крутить или здесь тоже конверт наверху смотрите вот линия которая нависала видно не видно она вот там вот поэтому эту мысику ну не мысику а ушку становится вот когда нет оператор все это покажет будет с разных сторон снимать соответственно сейчас это надо все загнуть вот этот клопух сюда делать там конверт не делать давайте я попробую сделать конверт наверху надо сомневаясь в его надобности эту маленькую кромку я отрежу машина я будет мешать чтобы она пошла загиб пошел вовнутрь знаю скажут некоторые коллеги нафиг надо подрезал бы да и все я пигуря просто попробую можно немножко некрасиво может получиться я как раз пинтирую загибаю так как надо ее выдвинуть чтобы было удобней удобней а а а а а а а а а то а а а кусочек покажу либо подрезать либо тоже завернуть сейчас ладно там на месте все ведь эксперимент проходит на месте наверное его просто среди не буду заворачивать сейчас скорее всего поцарапающе вот так вот так и еще здесь немножко убрать лишнее будет мешать и что там срезаешь на покажи лучше снять вот я видите здесь она была полтора сантиметра я уменьшаю коллеги скажет саняк ну ты блин даешь херня какой-то придумал нам их надо подвернуть по сути сюда подверну ставим на место мешаться штука упирается надо убрать больше короче можно было просто туху подрезать и нет ни на кабине тут короче одевая куда лафур удобно вот тут у нас подрез сейчас мы пытаемся туда его завернуть вот сюда и все как-то так так и хочется рисовать это фломастером вот это ушко я смотрю здесь она приходит идет вот так туда уже вниз уходит здесь надо соответственно взять больше вот так вот то что мы здесь вот тут срезали по сути не пригодилось хотел здесь по сути тоже радиусом сделать я посмотрим сейчас мы на фигарен короче то есть планку по сути тут можно уже довернуть до конца вот этот фальс который здесь идет он оставляется все время в г-образом состоянии он не закручивается практически никогда в двойной фальце все время остается в таком положении здесь мы смотрим что там у нас завернуть сейчас чувствовал мы тут наделаем так и вот я сейчас буду сейчас я гиб подмечу где у нас идет загиб за это ушко надо чуть чуть-чуть это здесь сейчас получается по фату где-то ну полтора сантиметра поэтому лишнее нам надо оттуда срезать вот так вот вот и вот 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 Коллеги думают, Сань, да это же никто не будет делать. Оставят так, все так, вот этот, здесь выведут вот так, вот здесь вот это ушко подкрасим, грунтовку, и все, лаверды, но я-то буду делать все равно, можете представить сколько на это уходит времени, мне надо приложить, чтобы настучать. Жмем гибариками, конечно все через линейку, чтобы не помять. Слишком сильно. Хорошо. Так, сейчас будем придумывать, что у нас получилось, сейчас у нас получилось вот так. Так, сейчас камеру перевернем. Вот так вот. Так, а что у нас здесь получается? То есть, по факту у нас сейчас... Поставим камушек. Сейчас у нас вон там, если вы помните и отмотаете обратно, то у нас здесь, у этого капельника мы уже отвернули и подрезали вот так вот, правильно? Сейчас хочу что-нибудь придумать здесь, в этом месте, зачем что-то я обрезал это место. Так, оно приходит вот сюда. Вот так вот примерно. И отсюда вот сюда уходит. Можно, конечно, так оставить. Но что-то и оставить и уже не... Ну, в принципе, сейчас доделать и подвернуть все. Вот. А это уже не мучиться. Нет, ну я же тогда не буду не Сашка молодец. Короче, я не знаю, что получится дальше. По факту я бы сейчас вот здесь вот, если бы так оставить, я бы еще вот так вот напрямую это бы завернул сюда. Вот это вот, по этой линии бы я бы подвернул сюда и оставил бы, можно так оставить. Вот. Но... Малютких путей не ищем. Так, значит, у нас все получается. У нас вот ушко здесь. Вот так вот надо оставить припуск на подворот под него и отсюда выйти, выйти вот сюда. Вот сюда. Где я там поставил метку? Ага, вот оно. Вот оно. Это у нас вниз ухота. То есть нам надо вот так вот сейчас вырезать. Вырезать и вырезать. Надо надпись не повторять. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А то потом скажут, вот же он делает, посмотрите видео. Нет, нет, нет. Не надо мне оставаться. Вот так. Смотрим. Ага, здесь можно побольше. Нижний край, вот мы маленький кусочек уберем. Сейчас. Ну, который подворот сюда есть, я его просто срежу по линии загиба. Потому что двойной металл так себе загибать. Угу. И что у нас? Так вот надо подвязать. Вот так вот. Вот так вот. Найдет. Сейчас некоторые думают, те кто шарит, ха, а как ты тут загнем, где же угол? Как, как? Подрежу, загну и все. А может не буду подрезать. Сейчас посмотрим. Подрезать то всегда можно. Так. Что у нас получается? Ну вот тут я другому подрежу. Потому что мне это надо подогнуть. Подогнуть. И вот так вот это мы подрезать. Так вот это убрать. Вот здесь немножко подрезать. Так мы находим себе геморрой на крыше, на простой крыше находим геморрой. Ну и ладно. Надо загнуть. Опа. Отлично. Сашка молодец. Сашка молодец. Себя не похвалишь, ты не похвалишь. Дальше. И вот этот сгиб. вот мы. Сейчас этот получается нам за ушко завернуть. Сейчас попробую показать, если видно будет не видно. Все как неудобно. не знаю, заметно, незаметно. Вот у вас видите, вот этот вот темный металл. Камера передает, не передает. И вот это вот ушко она сейчас загнут вот сюда. Поставим. Нормально. Сейчас мы линию загиба дадим. Так же немножко, чтобы видеть. и может мы лишнее отсюда уберем. Вот так идет. Ага. Здесь есть лишнее. Здесь, ну, больше чем сантиметр. На таких крутых радиусах надо оставлять поменьше. Потому что в реальности столько не завернется. Просто. Вот так. И этот подушка заворачиваем получается. Вот он здесь ушко кончается. А этот да тот загиб. Конвертика сворачивается. Заодно посмотрим, стоит ли так его морочится или не стоит. Такого там 10 на 10. еделка. Подложить. Нет, он начинает не тянуться. Опустить. Он начинает не тянуться, а пущить. Оно. Вот. Вот. Вот, вот. Вот, вот. посмотреть 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 чуть-чуть за силовой сильнее прижать линеечка не нажимаем аллилуйя что получилось у нас все получилось как это смотрится стороны зачем это делать как сказать юлий смотри на поводу мысиков тогда зачем-то делать это же наверх никто снизу не увидит так мучиться а мне по приколу не хочу сказать что я музахист но нет такие вот мелочные штучки давайте посмотрим со стороны как это все смотрится немножечко поймета но будет смотреться сбоку это смотрится вот вот теперь надо посмотреть да как вообще это все работает она воды взять придумать здесь какой-то скат да сейчас придумаем пока на паузу нажму это способ кручивать ну эти саморезы вот и при подниму немножко чтобы показать работу ослиного ушка ну что ничего лучше не придумал конечно как открутить саморезы и создать уклон доски подсунуть ну и взять чайник естественно смысл с чем смотрите тут допустим у вас стена да вот так вот стена вот идет естественно или стена или окончание ската вот здесь у вас кончается благососточный желоб то есть благососточный желоб по сути можно и выдвинуть чтобы не делать остынное ушко вот то есть когда вода будет течь она вся будет платить то есть вы выдвинете желоб и этот фронтольный капель за этим зарежете то будет можно его не делать по сути но когда у вас примыкание и стена это примыкание скажу сразу должно быть минимум 150 миллиметров то это ждет обязательно и вот давайте смотреть как показать еще раз так видно было танцы кет потихонечку лить ну смысл понятный то есть здесь стена продолжение она уже это струя отсюда и на стену бежит сразу а отводит ее вот как то вот так можно снять на солнышке показать вот так вот все это смотрится ну вот как то вот так вот ну что друзья ролик получился довольно таки длинный вот извините конечно что приходилось в некоторых местах это все ускорять но я просто сомневаюсь что вы смотрели бы это все ну так целый час кушая попкорн вот поэтому недрих местах я ускорил поэтому вот сегодня мы увидели и высек и примыкание либо к стене либо окончание ската ослиное ушко называется правильно ослиное ухо или ушко бывает разные можно по-всякому делать делали по-всякому и и скандинавии и в швеции и в германии это делают ну по-разному самое главное это его функциональность отведение воды от примыкания или направление воды в желоб допустим вот поэтому как то так что хочу сказать еще завтра мы поедем опять целый день съемок вот то есть вы этот ролик будете смотреть в этот день а мы будем находиться в одном из офисов где нам разрешили снять вот и будем рассказывать вам про книги про Владимира Александровича Шестлера он о себе немножко расскажет вот ну и скорее всего следующий четверг на следующей неделе вот там потому что будет с двух камер сниматься и я в принципе тут как и говорил раньше в таких роликах никакие программы не использую там для монтажа самая простая которая есть в компьютере это киностудия вот там минимум функции ну и зато все просто вот и поэтому возможно я какую-то программу скачаю или куплю и пока я ее научусь ей пользоваться чтобы съемки будут скорее всего с двух камер чтобы смонтировать правильно показать вам вот и не знаю сколько на это время плюс у нас еще это объект мы заканчиваем надо будет приехать сюда вот еще здесь ролик отснять ну как уже конечный вариант вот и другой объект еще начать то есть я по сути вообще ну и здесь на этом обеде редко находился чтобы снимать все эти узлы коньки там вентилирование что не опросили там труп просили не смог не смог вот поэтому я скорее всего из следующих роликов которые будут по поводу разных узлов скорее всего что-то подобное буду делать и по макетам можно там да и на макете уже показывать вот возможно возможно будет короче я не буду сейчас спойлерить но по сути в одном из колледжей петербурга я буду обучать готовить к соревнованиям ученика курсанта вот на world skills и там есть макеты или возможно я там буду то есть то что я буду учить я буду все это снимать то есть эти базовые узлы вот и вам показывать вот то есть такой вариант возможен тоже но пока не знаю получится не получится но если получится то будет вообще хорошо и как для канала съемки будут снимать так и для вас что базовые узлы вот которые я буду учить курсант буду показывать и вам поэтому так пишите комментарии задавайте вопросы потому что когда читаешь комментария я их все читаю абсолютно абсолютно под всеми жму лайк сердечко показывая вам что я прочитал комментарии ваши не на все отвечаю потому что ну не на некоторые просто не вопросы либо риторические либо требует ответа то что я прочитал я оставлю сердечко ставлю лайк поэтому пишите комментарии очень важно для продвижения канала подписывайтесь ставьте колокольчик чтоб ничего не пропустить вот вам будут приходить уведомления и кстати по аналитике канала 70 процентов просмотров они идут без подписки на канал ну то есть заходит просто на канал или там допустим пальцем мастер убивать на ю тубе и сами не подписаться я понимаю что у некоторых вообще нет в принципе как-то но учетные записи на google или на youtube канале поэтому и они не могут подписаться но это дело 5 минут подписаться зарегистрироваться и сделать чтобы писать комментарии то есть для меня это важно потому что когда вы не пишите не комментарии ну кто-то пишет постоянно есть группа людей которые постоянно пишут комментарии вот но если их будет больше то есть и для меня получается но как бы я вижу что людям это интересно и меня как бы больше то вдохновляет снимать ролики как то вот так то есть ребята видео ждите на следующей неделе про книги надеюсь у нас завтра съемки все получится и видео со следующего объекта он будет интересный он будет радиусной формы свое там то есть я о чем и говорил что каждый объект невозможно посчитать каждый объект искать вам стоимость до цены потому что каждый объект он индивуальный и каждого своя цена поэтому так много опять разговариваю хочется что сказать поэтому всем пока и счастливо всем здоровья любви всего хорошего до встречи